Всем привет, друзья! Вы на канале садовой техники Gardenstalk. Меня зовут Алексей. Я его ведущий, а вас я. Всех снова рад видеть. Сегодня я вам буду рассказывать про самые дорогие косилки. Это компания Кайман. Две модели. Arola 70H и Tuna 110. Так, посмотрели, да? Это у нас роторная косилка. Теперь давайте включим молотковую косилку. Вы все знаете, насколько интересно они работают. И посмотрим ее. Вторая машина гораздо ближе мне душой, потому что здесь идут молоточки. Здесь все, как мы любим. Вот такие вот задвоенные ножи. У нас как это, ласточки. Ножи-ласточка, да? Огромный диск, круглый, захват 70 см. Косилка у нас сразу идет с рояльными колесами, поэтому управлять ей будет одно удовольствие. Регулируется по высоте, естественно, с помощью вот этого рычага. Можно его крутить вниз, либо наверх, и тем самым задавать высоту. Она здесь будет регулироваться от 4 до 10 см, что косилка будет оставлять после себя. Моторчик здесь, он слабее. 6,5 лошадиных сил, серия GX, 200. Тоже, естественно, хондовский моторчик, самый крутой, который есть сейчас на рынке. По рычагам тоже здесь рычагов меньше будет. У нас есть два рычага. Один рычаг – это включение привода, второй рычаг – это включение ножей. Но здесь будет уже идти коробка передач. Две скорости вперед и одна скорость назад. Ну и, естественно, дроссик. Блокировка дифференциала. Здесь она механическая. Что это такое? У нас заблокировано два колеса. И как вы помните, вот эту систему шплинтовки в снегоуборочных машинах здесь точно такая же. То есть мы можем снять шплинт, одеть колесо, и у нас здесь будет свободный ход колеса. Тем самым можно осуществлять более легкий поворот. Колеса здесь восьмые, три с половиной на восемь идут. Ну, я думаю, знаете что? Все-таки не интересно про эту косилку слушать, а интересно смотреть, как она работает. Поэтому давайте ее в срочном порядке заводить, загонять ее в траву и смотреть результат. Так, заслонку воздушную закроем. Зажигание включим. Завелась. Обороты минимальные. Хондовский мотор, конечно, работает чумовой. Так, это привод у нас. Да, она поехала. Вторая передача. Нам нужна первая. О, первая. Комфортная, легенькая. Давайте чуть оборотов побольше дадим. И попробуем косить. Вот это вот косилка. Вот это препятствие проходит, а? Что самое интересное? Мощность там почти 13 лошадиных сил в номинале 11, а здесь 6,5. В номинале, я думаю, где-то 5,7 лошадок она выдает, косилка. Но результат, я реально вижу, что он лучше именно для скоса высокой травы. Давайте вот здесь вот пройдем и посмотрим, как она косит. Субтитры добавил DimaTorzok. 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 Очень приятная косилка в работе. Реально, ей прям приятно работать, я вам скажу. Субтитры добавил DimaTorzok. 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 Добавил DimaTorzok. Добавил DimaTorzok. Добавил DimaTorzok. Так, что хочется отметить? Давайте посмотрим. Раз. Огромный камень, который попался. Два. Огромный камень, который попался. Пойдемте смотреть на ножи. Состояние ножей. Камни почти размолотило Убираем их в сторону Давайте заглушим ее И перевернем, посмотрим Ну, по ножам вы отлично видите Вот здесь небольшой сколик есть Ничего страшного здесь Скол есть, тоже ничего страшного Ножи самоубирающие Они, если видят какое-то препятствие Они раз в сторону и отскочили Все Но зато посмотрите, насколько крутой эффект Как она косит круто Вот это уже, вот это вот Дорогого стоит, друзья мои Что делала рояльная косилка Роторная косилка С правой стороны И какие чудеса творит мульчер Цеповая косилка Разница, я думаю, всем наглядно видна Еще сейчас пару проходов сделаем И тогда сравним эту площадку с этой площадкой Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Да, я даже думаю, вот здесь вот на примере видно После, когда проходила одна и сразу вторая Здесь биомасса гораздо гуще Срез идет четче Да, вот эта вот масса Мы здесь проходили Ее здесь не осталось Если вы думаете, что здесь есть какая-то примятая трава Здесь только старая Прошлогодняя Либо позапрошлогодняя Посмотрите, какие ветки были Обалдеть можно Это уже, можно сказать Какие-то деревья, а не кусты Да, друзья мои, косилки совершенно разные Косят они по-разному Ну и технически они совершенно друг от друга отличаются Если тюна у нас идет Это, в принципе, по-стандартному Ротор спереди Все, что затянуло Выплюнуло на бок Вперед Либо наоборот Сделало мульчирование Ну, в принципе, это ее и плюс Ее можно эксплуатировать Не только для скоса высокой травы Но и для работы с обычным газоном То вот ролла Предназначена у нас Только для скоса высокой травы Такой косилкой Газонную траву вы точно не покосите Ну и результат, да? Если ролла косит высокую траву Я по эффективности сравниваю сейчас То на 5 с плюсом То вот тюна Чуть-чуть оставляла Чуть-чуть заминала Но зато она функциональней Поэтому теперь мне нужна обратная связь от вас Какая вам косилка из этих двух понравилась? Если есть какие-то вопросы Обязательно пишите в комментарии Потому что мне вот данные два аппарата Действительно понравился Что один, что второй Себе бы я, наверное, все-таки рассматривал бы тюна Потому что она более универсальна Чтобы вы рассматривали Я не знаю, для каких целей вы покупаете Но в любом случае Такие агрегаты Они предназначены для коммерческого использования Я думаю Этими вещами заинтересуются организации Либо люди, которые зарабатывают Вот таким вот скосом высокой травы денежки Да? Можно участок такой вот обкосить Минут за 15-20 Не больше 6-8-10 соток Сейчас покос травы Не дешевое дело Моторы здесь и вечные Неубиваемые Конструкция тоже Видели толщину ножа А там вообще молотковый Им пофигу что косить Камни попадались И пережевывались Дальше выплевывались И шла косилка дальше В общем-то Здесь основной плюс То, что можно блокировку дифференциала Разомкнуть Либо наоборот Замкнуть С помощью одного Вот этого вот рычага Здесь Переставление вот этих вот колес Шплинтов Ну не очень удобно Я думаю Эту систему надо доработать Знаете, как у мотоблоков Разобщение колес было Вот с такими курками Либо как у снегоуборщиков Вот такую систему сюда сделать И будет косилка вообще Ну одна из самых крутых Я думаю На рынке Вот этот фарточек Кстати классный В меня трава вообще не летела Я видел Как ты там от травы Убегал Так, если вы хотите Ознакомиться С ценовой политикой На эти два аппарата Я обязательно оставлю Все цены В описании под видео И не забывайте Что мы находимся Не только в ютубе Но также о рутубе Яндекс.зене Телеграме Где вам нравится Видео смотреть Там и смотрите Везде все выгружается Одновременно Вконтакте Одноклассниках Тоже мы есть Если вам понравилось видео Не забываем поставить Большой палец вверх Это будет благодарность За нашу работу Всем спасибо Друзья за внимание До свидания До новых встреч